Он приехал в чужой для себя город ровно год назад и бросил себе новый спортивный вызов. В свободное время коллекционирует старые отечественные автомобили и играет в хоккей. Но это все хобби. Сейчас мы поговорим с ним о спорте, который занимает в его жизни первое место. А прямо сейчас я вам покажу самого счастливого человека на планете Земля, потому что он каждый день видит очаровательных, красивых девушек, а то и несколько раз в день. Ведь это тренер волейбольной женской команды «Тулица» Александр Перепелкин. Александр Перепелкин – главный тренер волейбольного клуба «Тулица». В мире спорта он имеет репутацию настоящего профессионала. За его плечами работа с «Уралочкой» из Екатеринбурга и «Динамо» из Москвы. В свой первый сезон у руля тульской команды он добился поставленной цели и привел «Тулицу» к бронзовым медалям высшей лиги А. Александр Перепелкин – жесткий тренер. Да, нет, но тренер, обычный тренер. Очень жесткий. В чем-то выражается. Я не могу это сказать на камеру. В каких-то моментах – да. Что касается тренировочного процесса, площадки – то да. Он любит придумывать разнообразные упражнения. У него очень широкая фантазия, иногда не вписывающаяся в рамки человеческих возможностей. Я не думаю, что жесткий именно. Я бы не сказал, если бы я сам у себя тренировался, я бы не сказал, что я жесткий тренер. Хотя некоторые моменты требуют четкого, серьезного подхода, который кто-то скажет, что это жесткость. «Доходи до конца, до конца». «Очень сложно. Молодцы. Хорошо. Давайте водичку попили еще. Глоточку сделали». Наверное, это самый часто задаваемый вопрос, почему решили стать тренером женской волейбольной команды, а не мужской, во что тянет к прекрасному. Да, всегда тянет к прекрасному, конечно. Но судьба так сложилась. Сколько лет, получается, 2004 год, меня позвали. Я еще играл в волейбол сам и параллельно в Питере тренировал ребят. Подошел мой тренер в команде, где я играл, и спросил, не хочу ли я быть тренером в женской команде, так скажем, помощником. И назвал определенную, так скажем, сумму, которая могла бы мне платить. Она была в 4 раза больше, чем детскому тренеру, и даже тем, что я играл. Мне, в принципе, всегда было интересно прикоснуться к профессиональному спорту. Я поехал в Белгород. В Белгороде я был третьим тренером, участвовал в тренировочном процессе, нападал, играл с ними. Иногда тоже проводил тренировки. Вот и так началась моя карьера именно как женского тренера. Ну, будем честными, все-таки девушки, это, наверное, у них самое нестабильное настроение всегда, вот эти перепады. Как вы боретесь с этими эмоциональными взрывами? Бывают ли они у вас на тренировках? Ну, у меня такой стандартный ответ. Многие мужчины с одной женщиной справиться не могут, там разводятся, потом еще кого-то ищут. А у нас тут, ну, сейчас мы тренируемся, у нас 22 игрока, ну, две команды, да, мы и молодежная команда, и постаршая команда, которая первая команда, мы вместе тренируемся. Еще у нас три тренера, женщины, того 25 человек. Надо со всеми как-то находить общий язык. Это заставляет нас по 60 падений делать за каждую ошибку. То есть, если вдруг что-то идет не так, у кого-то что-то не получается? Мы падаем всей командой 15, человек нас 20, мы делаем 60 падений. Если что-то не получается, делаем еще 60 падений. И так можем всю тренировку, как медвежат, кататься. Все мы знаем, как происходит трансферная кампания в футболе. Открывается трансферное окно, дальше вступают огромные деньги, и, соответственно, начинается набор футболистов. Как в волейболе это происходит? Потому что я уверен, что многие не представляют все это. Ну, здесь очень похоже, конечно, на футбол. Только у нас суммы намного больше фигурируют только в копеечном эквиваленте. Наверное, примерно тогда по-равному миллиону долларов у нас копейки. Сколько в среднем может трансфер волейболиста обойтись из клуба в клуб? Ну, даже в России, мы говорим. Нет, ну, вы сейчас говорите про трансферы, да, но раньше были лицензии, которые стоили определенную сумму. Например, если мы там из улицы переходим, к примеру, в Челябинск, была сумма порядка 300 тысяч рублей, 356 тысяч рублей. Это клуб клуба платил, но это была обязаловка. В этом году поменялась немного система, вот с этого года. Ну, в районе 100-150 тысяч рублей клуб будут платить в федерацию, а федерация будет уже отправлять клубу, в котором до этого раньше был игрок. И дальше, если этот игрок один клуб, второй клуб, третий клуб, то каждый год, то есть, в этот клуб возвращается. То есть, если ты воспитал игрока, то тебе будет немножко возвращаться. Там еще, как сейчас система идет такая, что что-то спортивным школам, детским тренером пытается разработать. Я считаю, это правильно. Это мотивирует работать? Конечно, мотивирует работать и мотивирует работать с молодежью. Опять же, попытка развития. Вот это здесь я, как бы, полностью согласен в таком компоненте. Ну, мы знаем, что в любом профессиональном спорте есть система штрафов. Ваш клуб исключение или нет? Нет, мы вас сейчас можем легко оштрафовать. За такой вопрос. За такой вопрос. За неудобный. Есть, конечно, штрафы. Есть штрафы. Но я вам скажу то, что я могу рассказать. У каждого, опять же, там в контрактах все прописано. Контракт я не могу разглашать. Но, допустим, как девчонки договорились, и я с ними договорился тоже, они меня поставили в известность. Значит, у нас такой есть момент. Если ты подаешь подачу под сетку, то ты на добровольных началах приносишь килограмм кураги и килограмм орехов. А что значит курага и орехи? Ну, это значит, что подал под сетку или одной рукой сыграл на ту сторону, или матернулся, ты переносишь килограмм орехов, кураги и чернослива. А последний раз я, кстати, это самое, ну, не то, что похвастаюсь, что я же подачу не подаю, а орешки-то я брал. А-а-а. Я говорю, а это если вдруг я подавать, значит, на сетку. Ну, профессиональные штрафы, они есть. Профессиональные штрафы есть, но в прошлом году, по-моему, ну, я точно не помню, может, руководство больше знать, но, по-моему, никого не оштрафовали, хотя может быть. Ну, а за что они могут быть вот так вот схематично? То есть, там же, опоздал на тренировку? Все верно, все верно, опоздание на тренировку, опять же, опоздание там в автобус, опоздание на собрание, то есть, все вот эти моменты, ну, как прописано везде, там, дисциплина, там, спортивный режим, то есть, отбой, мероприятие, медицинский пропуск, ну, все то, что связано, как бы, с деятельностью команды, имиджем клуба, это все, как бы, прописано в контрактах, что, какие там санкции могут быть. Провокационный вопрос, как вы считаете, по силам ли нашей и вашей команде, в том числе, побороться за места в Суперлиге? По силам, не по силам, будет видно, скорее всего, на кубке уже, да, какие-то моменты, мы в начале сентября будем, в середине сентября будем играть кубок, и, конечно, в моих планах, в тренерских, я думаю, в планах руководства клуба, да, это и как раз борьба за первое место в высшей линге, вот, и так как в этом году, опять и вновь чудесное расписание с переходным матчем, когда первая команда играет с последней командой Суперлиги, что, казалось бы, уже просто невозможно, и опять принимается такое необдуманное решение. То есть, я правильно понимаю, первая команда в высшей лиге не проходит напрямую? Не проходит, да, опять, как в прошлом году будет, и первая команда будет играть с командой Суперлиги, я считаю, это вообще не спортивно, но я не знаю больше других видов спорта, где бы первая команда из низшего дивизиона не переходила, да, в следующую, да, в более высокую лигу. То есть, давайте попробуем на пальцах еще раз это объяснить, то есть, команда, которая, например, в Суперлиге проиграла в треск абсолютно все, и есть команда, которая в высшей лиге А выиграла абсолютно все, они играют стык, команда Суперлиги побеждает, и все, все заново? Да, да, все заново. То есть, спортивного принципа никакого вообще? Ну, я не знаю, мне тяжело, мне вот то, что вы говорили, там, тренер там с амбициям, еще что-то, людей жалко, людей вот и жалко, клуб жалко, болельщиков жалко, но не жалко, как обидно, да, вот злость какая-то даже определенная, хочется, естественно, ну, вот на этом фоне показать максимально то, что мы можем, да, даже то, что не можем, да, но чтоб такого больше не было, неприятно, конечно, все это. А как вот в этой ситуации, опять же, вам, как человеку амбициозному, своим спортсменкам, которые тоже ставят определенные цели в своей спортивной карьере, как сделать так, чтобы руки не опустились после такого? Вот, да, большая проблема, мы договорились как, мы, вот ситуация, которая есть, она есть, мы просто в этой ситуации, если мы ее понимаем, это значит, не должно быть для нас проблемы. Сейчас я вот проговорил, все, я должен забыть об этом, игроки должны забыть, мы должны сделать свое дело чуть лучше, возможно, чем мы делали его всю жизнь. Какую главную цель вы хотите достичь, как тренер в этом виде спорта? Ну, если говорить глобально, вообще о волейболе, да, то я думаю, точнее, я хочу, конечно, выиграть Олимпийские игры, как тренер сборной России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА